здравствуйте с вами лапонин руслан пришла весна а точнее идет уже весна и по нашим русским традициям мы будем делать сиденья для мотоцикла именно весной когда уже можно в принципе кататься так что я должен сделать в этом сиденье в этом сиденье я должен значит перетянуть сиденье черной эко-кожей дакота в данном случае но рисунок примерный вы видите как будет двойная строчка светло-серая нитка полосами шириной 45 миллиметров здесь соответственно тоже будет черный материал и сзади тоже будет черный материал без от строчки строчка но сами понимаете только посерединке будет ну второе сиденье я потом покажу что и как будет что тут сказать значит приблизительно я нарисовал с клиентом заказчиком как это будет выглядеть но здесь есть еще кое-какие нюансы например вот это место надо понять позволит ли мне материал вот в этом месте утяжку сделать если бы это был бы винил я даже бы не думал но я использую очень плотную эко кожу тем более сейчас она пошла еще более плотная с завода и возможно вот это вот место я подумаю над этим местом но вот эти швы это сто процентов будет и вот этот шов сто процентов потому что невозможно вот эту часть сделать всю монолитное это ничего не получится эта фигня все извинила можно попробовать было бы но из-за как кожи я даже пробовать не буду так ну и соответственно скорее всего тоже и здесь будет шов то есть как минимум одна левая 1 правая деталь будет ну и подумаю над этим местом как правило мысли приходят тогда когда ты уже обклеил это все скотчем тогда приходят более правильные мысли когда ты уже начинаешь мозг включать именно в прокладывание швов уже в более точным это все приблизительно смотрим ребят расскажу немножечко о крое вот этого сложного сидения потратил я на крой и нарисование где-то около двух часов наверное очень сложная эта вещь когда вот такие сложные сиденья так вот смотрите значит как я говорил вот эта центральная часть у меня будет отдельно и нарублена и вот эта часть будет отдельно выделено это же нарублена здесь есть такие моменты как вот загибы как бороться с этими загибами если нет нарубки вот этой то хошь не хошь у вас будут вот в этих местах складки у меня будут складки укладываться через четыре с половиной сантиметра у меня будет полосы простроченные плюс двойная строчка будет у меня вот этот изгиб компенсируется практически там на 80 процентов должен компенсироваться в эту вот в эту просрочку не говорю на 100 на 80 вот ну и соответственно здесь тоже вот этот вот изгиб который самый изгиб он тоже компенсируется и вот этот вот в прострочку но дай бог чтобы у меня вот где-то здесь был шов я начну рубить от начала вот ну и посмотрю чтобы хотя бы вот здесь у меня была последняя строчка вот дальше теперь боковая боковая у нас делается очень сложно здесь вы не вы не сможете отрисовать с двух сторон одинаково одинаковые вот эти боковые части я как делаю я обычно рисую примерно но не примерно а примерно точно одну сторону и потом с помощью линеечки переношу на другую то у меня условная часть но и соответственно здесь то же самое примерно решу рисую по высотам как должно быть и перевожу на другую часть вот крестиками я поменю пометил те места которые мне нравятся с которой я буду сделать потом зеркальные части с противоположной стороны значит вот я здесь еще положил вот это место для меня было очень важное обычно я прикладываю ткань и пытаюсь ткани разложить без шва допустим я раскладываю и понимаю что у меня вот в этом месте образуется складка офигенная которую я не вытяну ну не вытяну значит иногда материал сам подсказывает где надо шов положить я приложил тяну с этой стороны держу другой стороны тяну и вижу где у меня ложится складка примерно в этом месте вот и я не положил здесь шов по прямой вот видите немножечко он изогнут потому что именно примерно также идет и сама складка по сидению вот я надеюсь что это этот шов компенсирует вот это вот яму то здесь увидите да здесь какой сложный угол и сюда должно уйти и сюда должно уйти и сюда должно уйти и вот вот это место должно тоже растянуться потому что вот здесь материал стремится сложиться по внешней стороне окружности также как и здесь то есть представляете да как надо тянуть чтобы вот здесь не было но мои клиенты нормальные люди они мне доверяют если где-то в каком-то месте образуются маленькие складочки ну извините это технологически просто невозможно я не извинил и тяну а тяну из очень толстого материала тут хочешь не хочешь образуется в некоторых местах складки ну и как прошли которые я говорил может ну здесь нельзя сделать все вот это бы к бы к боковину из одного куска сами понимаете почему вот поэтому швы вот что здесь в этих сиденьях мне не понравилось это тоже помните я говорил что когда ты обклеиваешь скотчем то сразу понимаешь что где все денег ничего он показывает так вот если посмотреть внимательно вот эта часть немножечко завалена но ребята молодцы они изготовили такой офигенный каркас я у меня бы не получилось смотрите как из металла все сделано четко вот так что вот эти вот грешки небольшие ну не без грешков посмотрите на любой самопал и вы увидите все грешки вот он немножечко сюда завален и еще завален немножечко вот в это вот вот в этом направлении поэтому я не буду делать как у них то есть со всеми вот этими их погрешностями я всегда делаю идеально то есть я беру вот эту часть вот эту часть сиденья которая мне больше всего понравилась вот и делаю зеркально с другой стороны это самый правильный вариант в изготовлении вот таких сидений конечно можно отдельно здесь нарисовать отдельно здесь нарисовать все отдельно рисовать все 6 скроить сшить и клиент не заметит но мне стыдно мне взрослый мужик уже мне стыдно халтурой заниматься я делаю так чтобы мне нравилось они клиентам если мне нравится клиентам сто процентов понравится вот я очень себе очень отношусь серьезно в работе вот так что вот такой вот крой 5 минут болтовни ребят но если кому-то интересно вот смотрите сложное сидение по потрать хорошо что вы потратили дослушали мой разговор о крое я в этом ролике как раз вот хотел показать как сложно делать некоторый крой то есть вот лучше это делать таким способом потому что не не халтурьте ребят если будете делать конечно если вы делаете там простые табуретки то табуретки им пофигу в общем-то для деревни там но если вы делаете вот такие красивые тем более люди делают на заказ это делают клиенту клиенты платят деньги ну понимаете должно все быть идеально я делаю это за копейки ребят в конце ролика скажу сколько это стоит это не реклама не антиреклама вот каждый делает за столько за сколько хочет делать работу мне в принципе конечно бы хотелось больше получать но я в общем-то дорожу клиентами не хочу их распугивать чтобы не разбегались все клиенты из-за каких-то там лишних денег смотрим дальше ну Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну и, соответственно, крой к нему Только он развернут крой Соответственно, переднее сидение С боковинками И заднее сидение С боковинками Теперь приклеиваем все это К поролончику Я приклеиваю все к десятому А сюда десятый со спонбондом Здесь будет отстрочка в две нитки Светло-серого цвета Одна будет 2 мм с этой стороны идти Другая 2 мм с этой То есть будет двойная отстрочка Субтитры подогнал «Симон» Так, ребят Значит, в какой последовательности Будем шить это сидение Теоретически можно сначала Сшить боковины Все вот эти вот части Между собой И зад, соответственно И можно так сделать, конечно И потом вшивать серединки По очереди Но я думаю Что я сделаю Как? Значит Если вы видите Да, что Вот есть замкнутый круг Я сшиваю эту часть Сшиваю сзади И сшиваю заднюю часть сидения То есть где пассажир будет сидеть Потом Я к этой части Пришиваю вот эти части Две Вот И в них уже вшиваю Переднее место пассажира Можно сшить все это сразу Конечно Но потом вы замучаетесь Все это протаскивать Пропихивать По отдельности вшиваю Я хочу немножечко облегчить Вот этой частью Убрав эту часть Облегчить себе вот Эту работу хотя бы А потом уже как-нибудь Помучаюсь с этой частью Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Куча складок Невзрачный на вид Теперь мы будем Значит все это натягивать На основу Предварительно Покрыв ее Полиэтиленом Полиэтилен Ребят, кладите на все сидения Дело в том, что Мотоцикл Он имеет свойство промокать Потому что Крыши у него нет Ребят Полиэтилен Ну что-то не очень Сильно шуршащее Хотя бы по основной Его части Но я стараюсь Где-то до низа Класть Либо стрейч пленку Либо полиэтилен Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... итак финишная прямая ребят значит вот так получилось сидушечка вот этот компенсационный шов нам позволил избежать вот этой складки ребят в общем все получилось классно мне понравилось клиентам тоже понравится я в этом уверен все ребят большое спасибо подписывайтесь на канал снимаю для вас снимаю для себя до свидания